Приветствую, с вами говорит Павел Колесов, я сейчас нахожусь в Сингапуре, в отеле Санс Марина Бэй на высоте 56 этажей, и это самый крутой отель в Сингапуре. Я хочу спросить вас, приносит ли вам бизнес, ваш бизнес, достаточное количество денег, чтобы вы могли спокойно взять и поехать куда-нибудь в экзотическую зарубежную страну? И второе, есть ли у вас на это время, можете ли вы оставить свои бизнесы, чтобы для того, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы не пахать в нем, как папа Карло, не крутиться, как белка в мясорубке, а чтобы наслаждаться жизнью? Если нет, продолжайте внимательно смотреть это видео. Как правило, когда бизнесы только стартуют, у бизнесмена проблемы с деньгами, денег мало, денег не хватает, приходится как перезанимать или брать кредит и все прочее. Когда бизнесы раскручиваются, возникает вторая проблема, проблема со временем. Деньги есть, но, блин, где бы взять время, чтобы эти деньги потратить? И вот между вот этим, между этой Сциллой и Харибдой, как раз большинство бизнесменов, малого и среднего бизнеса и крутится. Либо нет денег, либо нет времени. Хотели бы вы, чтобы у вас было достаточное количество свободного времени, чтобы у вас было 2-3 выходных в неделю, чтобы ваш бизнес приносил вам доход в сотни тысяч, миллионы рублей в месяц, каждый месяц? Если да, это возможно. Если вас интересует построить бизнесы, которые будут работать с минимальным вашим участием, причем с очень хорошей прибылью, я буду проводить там выездной тренинг, эксперт-руководитель, предназначенный для владельцев бизнеса, которые хотят выйти из своего бизнеса и чтобы бизнесы продолжали зарабатывать им деньги. Давайте. Немного обо мне. Я бизнесмен. За прошлый год я половину времени провел в путешествиях, посетил 6 стран. За этот год, за эти 3 месяца я уже посетил 6 стран и точно так же половину времени провел в путешествиях. При этом мои бизнесы мне зарабатывали примерно миллион рублей в месяц каждый месяц. И это можно настроить, если вы знаете, что и как делать. У бизнесмена есть всего 5 ключевых задач, которые мы необходимо выполнять. Первое. Ставить цель для своей организации. Второе. Подбирать правильных людей. Третье. Этим людям выдавать правила игры и должностные инструкции, как ему работать. Четвертое. Управлять отношениями, наслаждать корпоративный миф. Пятое. Разбираться в маркетинге. Если руководитель занимается вот этим 5 вещами, он может больше не делать ничего остального. Ему не нужно самому обзванивать клиентов, отгружать товар, выписывать счет фактуры, стоять на складе или там стоять над своими сотрудниками. Материрую говорят, ну давай ты сможешь. Это все может и должен делать наемный персонал, который вы нанимаете. Если вы понимаете, что ваш бизнес едает слишком много вашего времени, что вы давно не общались с друзьями, что жена видит вас, когда вы ночью спите, а все остальное время как-то не видит, ну или там ваша девушка. Если дети забыли, как вы выглядите, если вы чувствуете, что здоровье начинает давать сбои, вам пора выходить из бизнеса. Вам нужно простраивать бизнес-систему так, чтобы она могла работать без вас. Я не хочу сказать, что это просто и легко. Обычно на переход из состояния, когда вы полностью работаете в бизнесе, до состояния, что вы вышли из бизнеса, он может работать без вас, уходит от 3 до 12 месяцев. Да, это работа, ее нужно сделать, но в чем прельс, ее нужно будет сделать один раз. И когда вы приобретаете навык вывода себя из бизнеса, вы можете создавать столько бизнесов, сколько вы захотите, чтобы они приносили вам столько денег, сколько вы пожелаете. Потому что зачастую руководители забывают про одну важную вещь. Вы, как бизнесмен, создавали бизнес не для того, чтобы пахать в нем, как папа Карло, а для того, чтобы ваш бизнес помогал вам вести именно тот образ жизни, о котором вы мечтаете, о котором вы хотите. Я сомневаюсь, что в ваших мечтах было пахать по 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, без выходных, без перерывов. И так, чтобы про вас забыли родные и близкие. Скорее всего, вы создавали бизнес для того, чтобы вы могли, как я так вот, наслаждаться отдыхом в хороших странах, загорать, пить там фреш, если вы их любите. А чтобы основные бизнес-процессы происходили без вас, там, где вы их создали, там, где вы их настроили. И это можно сделать. Есть простые технические решения, как это можно организовать. Про это, собственно, я и буду рассказывать. Поэтому, обратите, пожалуйста, внимание на информацию под этим видео. Если вы хотите выйти из бизнеса, причем, казалось бы, странный факт. Когда вы грамотно выходите из бизнеса, он начинает, а, занимать у вас меньше времени, плюс, б, начинает приносить вам больше денег. И обычно это вот в сознании обычного предпринимателя не помещается. То есть, как так, я работаю меньше, и денег получаю больше. Вот именно такими техниками, именно такими вещами мы будем разбираться, как это можно сделать именно в вашем бизнесе. Под этим видео вы можете посмотреть видео отзывы предпринимателей, которые уже проходили этот мой тренинг. И каких они достигли результатов. Это очень просто. Потому что есть пошаговые технологии. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. И бизнес начинает работать без вас. Надеюсь, вы понимаете, что вы создаете бизнесы с одной единственной целью. Создать поток денег вам в карман. Потому что если бизнес приносит вам меньше 300 тысяч рублей, причем 300 тысяч рублей, это не общий оборот бизнеса. Это не доход бизнеса, это вот то бабло, извиняюсь за жесткость, те деньги, которые вы кладете лично себе в карман. И можете тратить на свои хобби, на развлечения, на то, что вам нравится, на путешествия, на покупку недвижимости, квартир, машин. В общем, то, чего вы желаете. Мне очень нравится то, как я живу. Потому что на меня работают люди, которые мне зарабатывают деньги. И при этом мне не нужно их постоянно контролировать. Потому что есть технологии отстраивания рабочего процесса, технологии выстраивания работы фирмы, в которых можно убрать себя, как главное связующее звено, чтобы это исполнялось другими людьми. Как это будет? Как это можно организовать? Про это мы будем говорить на тренинге. Пожалуйста, обратите внимание на информацию под этим видео. Вписывайтесь прямо сейчас, потому что у нас цена на этот выездной тренинг будет повышаться. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вы хотите выйти из своего бизнеса, чтобы у вас было больше свободного времени, чтобы у вас было больше денег. Если это так, приезжайте. И до встречи на тренинге. С вами из Сингапура Павел Колесов. Счастливо.